Боже, милостиво, будем и грешен. Создав ими Господи, помилуй меня. 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 Господи, помилуй меня. Создав ими 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 Господи, помилуй меня. Что Иоанн Златоуст с кем-то у себя в келье беседует. Хотя никто не проходил мимо него. А тут кто-то пришел, чтобы попасть на прием к Иоанну Златоусту. Он говорит, кто-то зашел, я не могу сейчас, я сейчас уже идти на богослужение. И второй день так же. Тогда третий он решил, вообще никуда не отходить. И видит опять тот человек. Он зашел туда, когда уже идти на богослужение, и говорит, а как этот человек к вам прошел? Он говорит, какой? Он посмотрел икона, стоит Павл. Он говорит, а вот он на икону. А в это время Иоанн Златоуст писал толкование на послание апостола Павла. И он понял, что ничем заниматься ему сейчас не надо. Только одно. Толкование писать, потому что здесь находится Павел. И вот такие у него получились великие труды. Толкование на все послания апостола Павла. То есть молитва привлекла. А как это объяснить? Господь так сделал. 22 ноября. Агаф. Никто никогда не видел его сидящим. Где они видели? На богослужении. Никто никогда не видел, и житие святых подмечает, что не все так делали. Иначе зачем бы его выделяли? А у нас, я говорю, когда начинает считать Иоанна Златоуста, крепкие, здоровые мужики, гляжу через всю комнату, идет, ищет скамейку себе сесть. Ну, что это? Это небрежение. 24 ноября. Меркурий. Поразил Иоанна, уже будучи сам мертвым. По молитвам святых, таких как Василий Великий, ели и другие. И я напоминаю о том, когда Василий Великий встретил Иоанна Отступника, когда он шел на войну с персами и вынес ему хлеб с солью. Он говорит, отдайте коню. А сам клок сена взял, подал Василию и говорит, как только вернусь, я вас, христиан, буду кормить этим. Он ответил, говорит, это то, что я вам дал, это для людей, я почтил ваше императорское величество, а вы даете сено, сено едят животные. Он говорит, вы, христиане, хуже животных. Животных. Ну, Василий Великий стал молиться, и икона перед ним висела, святой Меркурий. И он увидел, как киот остался, рамка, а само изображение исчезло. Спустя некоторое время появляется изображение, он стоит, воин, изображается, как Георгий Победоносец с копьем, и с копья капает кровь. Он еще не понял даже. Ну, а потом выяснилось, когда он был там уже в пустыне, переходил в пустыню, надо было к персам перейти, в это время в его ставку, а ставка это дальше, где войска находятся, сохраняются. Появился, прискакал какой-то воин, ну, думали, что свой, и он, говорит, копьем ударил в живот Юлиана, и он умер, но знал, кто его ударил. Сохранилось предание, что он, говорит, на руки своего ордена арса откинулся. Вот он 외цает. Продолжение следует...